Театр ТАН Театр ТАН Трудно сказать, что изменилось, что не изменилось, потому что каждый театр живет своей жизнью. И вообще, мы живем очень бурной жизнью. Наш год начался в этом году, ну просто фантастически. Мы, как бы все отдыхали, мы начали с 5 января. Константин Богданенко под его руководством, он организовал нам гастроли по всему Хасанскому району. 5 числа мы уже гастролировали с нашей сказкой «Ох уж этот царь горох» на русском острове в 5 и в 20 школе. А 6 в 6 утра мы уехали на Хасан. Он заказал автобус, гостиницы, в общем там все было. Гастроли были организованы. Полноценные гастроли, настоящие. Гастроли, я все думал, как они организуют. Но было организовано, у него есть помощник Николай, просто на высшем уровне. И мы доехали до Хасана, отработали сказку на Хасане. Потом уехали в Краскино. В Краскино мы отработали в школе, там переночевали. Потом поехали в Пассиет. Из Пассиета в Славянку. В Славянке дали спектакль, переночевали. Потом поехали в Барабаш и уже потом домой. То есть охватили весь Хасанский район. Мне интересно мнение ребят услышать. Как принимала публика? Да прекрасно, по-моему. Ни разу не было такого, что кто-то сидел и молчал. Все время какие-то взгляды, возгласы, такие маленькие аплодисменты. Ну а в конце уже, соответственно, были большие аплодисменты. Но все было хорошо. Ну царь героев на ура. Дети любят такие сказки, они подвижные. Мы же там и танцуем, и поем. Динамика очень такая сильная у нас. Если бы у нас еще были все, весь реквизит, это была бы вообще бомба. Ну да, автобус был маленький. Мы поехали маленькой труппой. Двенадцать человек. Маленькая. Ну я бы не сказала, что очень маленькая. Ну я думаю маленькая, потому что мы-то хотели, как бы размахнулись, чтобы взять еще с собой детей, чтобы туда хотя бы... Под танцовку, да? Да, наша. Ну под танцовка, она всегда оказывается, знаете, массовка, это всегда главное в спектакле. Особенно в детском, да. Но все равно все прошло очень хорошо. И царь Горох там оказался в Барабаше, когда мы выступали, там оказался суперклуб. Его отремонтировали, сделали зал просто идеальный. И глава поселения, он тоже присутствовал, и он сказал, что, помните, говорит, назовем улицу в Барабаше именем царя Гороха. Даже так, да? Интересно. Да, по приезду сюда мы сразу начали работать вот в арт-квартире в номер один. Мы уже отыграли два спектакля Бабника, Максим отработал. Бабника отработал? Да, ну это его любимый спектакль. Ну, есть у нас такой спектакль, он очень пользуется популярностью почему-то. Ну, видите, у каждого свои. Нет, это же комедия. Да, но это очень комедия. Комедия нравится всем, но на зрителей очень интересно смотреть, потому что мы работаем прямо вблизи. Буквально зритель находится, может быть, в метре от тебя. Да меньше, наверное. Даже, наверное, меньше. Но мы уже привыкли, нас это никак не смущает. И иногда на некоторые их эмоции смотреть очень интересно, что уж отвлекает от работы. А, на последнем спектакле, да, помнишь, ты рассказывал, когда что-то там происходит на сцене, сидит муж, жена, и она ему целый час, она его укоряла. Пришел отдохнуть, а тут не получилось чуть-чуть. Она ему вспомнила, наверное, всю его жизнь. Спектакль, потому что очень жизненная, особенно тем людям, кому уже может быть чуть-чуть за 30. Мне это еще было нелегко понять, приходилось вживаться, смотреть, изучать. А вот кто постарше, я думаю, им даже было где-то в каких-то местах больно находиться рядом со своей женой. Да, и мы сыграли прелести измены. У нас тоже цикл. Это господина Красногорова, вот этот известнейший драматург. Он председатель гильдии драматургов Петербурга. Мы когда сыграли в Пушкинском театре премьеру его трех новелл, он мне ночью прислал поздравления, говорит ему, я поздравляю, пожалуйста, играйте, вы же как бы любительский театр. И он нас внес в свой шорт-лист, да, где его спектакли. И мы какие-то... 140. 140. Но все равно. Нет, 140 театров его играют. То есть его играют очень много. Активно играют. И он следит за самыми, я так понимаю. А он следит за нами, и так же, как госпожа Лавриненко. Да, к слову, это же был не единственный драматург, который обратился лично к вам. А там вообще интересная история. А это вообще интересная история. Мы взяли ведуню Галины Лавриненко. Я узнал, оказывается, она с Сахалина. Она закончила актерский при институте там вуз. По-моему, как-то он называется, я не знаю. Ну, в общем, на Сахалине. Да, на Сахалине, как культ просвет училища, только это при институте вот такое. Туда Галина Яковлевна летала, принимала экзамены, там еще кто-то туда летал. Там как бы актерский курс. И она закончила его, уехала в Астрахань где-то еще. Сейчас она в Астрахани работает. Кстати, советуется сейчас со мной, мы с ней очень тесно. А как организовать театр, Андрей Владимирович, вы мне помогите, подскажите, как в Астрахани организовать любительский театр. То есть волна пошла. Да, волна пошла. И еще не просто, а тут цунами целое. Понимаете? Я сейчас вам все расскажу. И она, когда узнала, что мы взяли ее пьесу, мы списались, я единственное, что говорю, Галя, ты извини, ведунью буду играть я. Вот как я знаю, потому что там женщина, преклонных лет, ну там за 50 где-то. И я говорю, я буду, можно я сыграю? Она говорит, ну пожалуйста, делайте все, что хотите. И я, когда она увидела, что я переделал весь спектакль и сделал его более таким быстрым, таким живым, мы туда влили столько энергии, даже немножко хореографии, немножко хореографии. И она сказала, да, спектакль, говорит, зазвучал совершенно по-другому. Так что вот у нас с авторами у нас очень хорошо получается. Тоже хочу ребятам задать вопрос. Бывает ли борьба за роль? Потому что все-таки театр, как мы знаем, это же конкуренция какая-то никакая. Или вы разрушите этот стереотип сейчас? Юля, расскажи, вот как это происходит? Нет. У нас есть борьба. Есть? А я не знал. Вот видите, немного, все равно есть борьба какая-то, когда хочется играть чужую роль, но это невозможно. А по какому принципу распределение происходит? По фактуре. Человек, если ты подходишь, там ничего определять не надо. У нас достаточно все справедливо, не было ни разу инцидентов каких-то, все у нас люди адекватные. Да, да, да. Вот из Андрея Владимирович на женщину вполне. Ой, лозно, сразу понятно было. Нет, тут вопрос в том, что у нас же любительский театр. То есть у нас как бы обучение актерскому мастерству, речи, оно идет все в процессе, потому что когда мы были на Светландской 5, мы единственный, по-моему, театр вообще в России, любительский, который работал, вот я не побоюсь даже этого слова, как репертуарный театр. То есть мы работали пятницу, суббота, воскресенье, каждую неделю. На аншлагах. На аншлагах, а потом мы захватили четверг, пятницу, субботу, воскресенье. А потом среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. То есть мы на своей площадке мы отыграли более 120 спектаклей. Вот представьте, когда актер постоянно работает, 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 и уже нет. Ну, можно даже... Тяжело. Да, не, было очень тяжело. Это была малая сцена, в первый раз мы попробовали вот так вот в метре от зрителя. Ну, и там опыт наработался уже такой, что сейчас можно прям вокруг него плясать. Да, мы можем у вас здесь спектакль сыграть. А я не сомневаюсь. У вас даже здесь много места. Это много места. Нам меньше чуть-чуть. Юля, на твой взгляд, ты, как и Максим, да, с момента основания театра. Интересно ваше мнение сейчас выслушать. Юля, начнем с тебя, наверное. Расскажи, как и что поменялось? Может быть, атмосфера как-то изменилась в театре? Методы работы, я не знаю. Вот расскажи. Ну, методы работы, может быть, нет, а коллектив сменился полностью. Может быть, даже и не один раз. Нет, ротация постоянно такая вот. Ротация кадров, она есть. Кто-то сменяется, кто-то уходит по разным причинам. Ну, это очень тяжело. Это да, это очень тяжело. Ставить на одного, ну, уделять, вот, Андрей Владимирович уделяет время человеку, а он через две недели раз ушел. Непонятно, что дальше. Да, и у нас принцип такой. Все учат за всех. То есть, это же любительский театр. Они как бы на работу сюда не ходят. Они все работают там, ну, как вот мы всегда говорим, они работают там, приходят, репетируют. То есть, у нас взаимозаменяемость. Даже вот у нас девочка ушла, а нам надо было ехать 11 декабря, да, в Камень рыболов вести ведунью спектакль. Все, там уже билеты проданы, уже все, нас ждут, а у нас вот исчез человек. И нам перешлось всех передвинуть на разные роли. Мы целую неделю репетировали, приехали, все, и мы сейчас уже готовы. То есть, мы готовы к любым сюрпризам природы. То есть, в принципе, в идеале нужно, чтобы репетиция проходила так, чтобы вся труппа присутствовала и могла видеть, как разводится спектакль. Да, у нас так и новое показано. Обязательно, да. Даже если играешь ты, может быть, сценического времени, у тебя две минуты, сначала репетиции ты будешь сидеть и смотреть. Ну, это замечательно, это правильно. Собственно, так и проходит обучение на актерских вузах, когда все сидят и смотрят. У нас нет другого выхода, у нас нет другого выхода, потому что театр должен постоянно жить, ставить спектакли. Вот сейчас мы готовим три наших премьеры, то есть, мы продолжаем «Прелести и измены» два. То есть, у него же 10 новелл. Сериал, короче. Да, вот Юля с Максом они готовят одну, еще одну новеллу прекрасную. Потом у нас еще одна новелла, тоже там готовят. Потом мы готовим чисто женский спектакль. Это опять же Красногорова. Мы сейчас пока не научимся, мы его всего не переиграем, потому что, я думаю, что вот его спектакли, они такие тонкие, такие, все про жизнь, про женщин, про мужчин. Мы готовим женщины по объявлению. Да, там играет пять женщин разных возрастов, очень интересно. Готовим сказку. То есть, вы тоже стараетесь охватывать репертуар так, чтобы разная публика. Третью сказку мы делаем, мы же вот перед Новым годом выпустили «Все мальчишки-дураки». А сейчас мы готовим, как Баба-Яга выдавала замуж дочек, дочек замуж выдавала. Вы собираетесь Бабу-Ягу играть, наверное? Как вы угадали, а? Ну, а кто же еще? Я хочу попробовать, ну нет, ну у меня будет дубль, но я хочу, я хочу, я всю жизнь мечтал сыграть Бабу-Ягу. А что, похож, да? Нет, просто я знаю, что вы вот как раз ломаете стереотип и идете на слом, берете роли на слом. Женщины ведут небо. Там уже играли такие, там боги играли, это я, конечно, там до них, конечно, в жизни не нарасту, но хотя попробовать надо. Тем более там три дочки и впервые такую сказку нашли, я очень долго ее искал, но очень замечательно, это будет сюрприз. Оказывается, у Бабы-Яги было «Дакука, Марокко, Назола». Три дочки, да, 300, 200, 100 лет, так что, вон, Юле есть что поиграть. У меня будет роль, я не знала. Знаете, что хотела спросить, это тоже, мне кажется, так, достаточно немаловажный момент, вы акцентировали неоднократно внимание на том, что театр любительский, и, конечно, не все понимают, что такое темпоритм, а это ведь, все вы уже знаете, наверное, очень важно для спектакля, особенно для комедии, его необходимо держать, чтобы зрителю было интересно. Ребят, как вот проходило у вас вот это осознание, и легко ли держать, собственно, этот темпоритм спектакля? Мне кажется, нет. Нелегко, да? Ну, смотря какая пьеса. Если там есть где зацепиться, потому что зрителя чуть-чуть надо отпускать, чтобы он отдохнул, а потом снова его цеплять. Вот видите, как говорят, уже как профессионал, надо зацепить. В ведунье сложно это делать, потому что там очень много людей, и каждый отвечает сам за себя, и ты не знаешь, как сыграет человек сейчас, а потом по-другому сыграет. А вот в спектакле, где мало человек, мне кажется, легче. Ну да, ведунье это наш такой... Вдвоем, если или втроем, то это очень как бы легко договориться, и все. У нас как бы работает звездный состав такой, уже он определился, нас 9 человек в ведунье, да? И вот 9 человек на сцене, очень интересная такая там заварушка. Ну и бывает же везде, и в больших театрах, и в разных, что раз кто-то что-то забывает, какую-то... Мне кажется, это вообще нормальная ситуация. Ну нормальная ситуация, выпала у человека из головы. Спектакль это же всегда прямой эфир, как иначе. Да, и вот мы ловим друг друга, вытаскиваем там, помогаем все это, потому что это очень интересное состояние такое, когда кто-то... Особенно если я забываю что-то, то все говорят, папа, что ты там это самое? Ну бывает же ведь. Конечно. Но тем он интересен, театр, что это происходит в это время и в данную секунду, потому что второго такого спектакля уже не будет. Все спектакли, они все разные. Вот тем интересен. Кино ты включил, выключил, нажал на паузу, театр ты на паузу не нажмешь. Сегодня он прошел лучше, завтра хуже. Зрители-то поэтому иногда и ходят, чтобы увидеть, что вот когда же у них что-то не получится. Когда же... Да ладно, Макс. Такое бывает. Есть люди, которые ходят по несколько раз и всегда разные. Вот на виду у них люди, вот сколько я помню, говорят, я пойду третий или четвертый раз. Вот зацепило что-то вот интересное. У вас даже, можно сказать, фанаты уже появились. Да, это уже даже давно, наверное. Да. Наверное, вот с первого спектакля появились такие вот, кто спрашивали, следили, приходили. Да, с 13 апреля 2015 года у нас много кто появился. А давайте сейчас паузу сделаем в нашем разговоре. Да, давайте. Мы перейдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с артистами театра ТАН. Есть еще один очень важный момент, я думаю, о котором стоит рассказать. Я знаю, что Андрей Владимирович обращался в союз театральных деятелей. Да, мне позвонили с нашего регионального секретаря Инесса и сказала, что сейчас происходит вообще какой-то подвижка театров-квартирников. Вот именно которые театры работают в этом формате квартирников. Москва везде разослала, по всем регионам. Отбираются вот эти театры, видео, материалы, список их репертуара, что там они играют. И вот буквально вчера мы отдали, отослали свой спектакль «Ты видишь призраки» немецкого драматурга. Очень наш такой любимый спектакль. Как раз мы его снимали, мы когда работали в Дне немецкой культуры, мы всех приглашали, очень много было зрителей. Мы работали его в костеле Святого Павла. Красивая площадка. Да, красивая площадка и сам костел и сам алтарь, он стал декорациями этого спектакля. Мы там выстроили театр, повесили свет, там все, кулисы. И вот этот спектакль мы отформатировали и отослали в Москву. И надеемся, что вот там, по-моему, через два месяца уже будут какие-то итоги подводиться. И те спектакли, которые заинтересуют Москву, будут приглашены туда, в Боярские палаты, чтобы вот это посмотреть. Вот уже что такое, туда отослали уже в Москву. То есть, как вы говорите, волна пошла действительно, да, и такие театры становятся все более популярными. Я думаю, что понятно почему. Ребята, а вот на ваш взгляд, где интереснее работать? В таком театре или в настоящем, со своим зданием большим? Я даже не знаю. Не задумывались об этом? Да у нас и так, скажем так, настоящий театр. Ух ты. В принципе, да. Я ждала такого ответа. Вопрос провокации. Настоящий театр. Всегда, как я знаю, сложнее работать на малой сцене. Легче на большой. Ну, я уже не знаю, где нам сложнее. Мне кажется, уже на большой даже посложнее будет. Потому что уже настолько привыкли со зрителем вместе дышать, что отпускать это не очень хочется. Ну, просто на большой сцене ты его не видишь. У тебя не так страшно, мне кажется. Ну да. Когда мы, помните, первый раз вышли в Пушкинский театр, когда я не вижу зрителя, и я не вижу глаза. Я говорю, вот я смотрю, вот я вижу, и я работаю. А так они далеко. И мы начали, знаете, вот есть такое выражение, кидать мячики туда, там эти слова куда-то. Они не долетают или не долетают. То есть, ну, хотя мы уже привыкли уже. Вот, допустим, в Камне-Рыболове мы съездили туда. Там зал, конечно, ну, акустика там хорошая была. Мы отвезли ведунью, но мы декорации все придвинули прямо на авансцену. То есть, мы видели зрителя, и Камень-Рыболов отреагировал очень хорошо. Там такие отзывы о нас. И вот мы сейчас 11-го числа, мы туда везем прелести измены. У вас также есть и совместные с различными организациями проекты. И я думаю, что стоит рассказать о вашей совместной работе также с Краевым обществом слепых. Да, это спасибо господину Андропову, с кем мы вместе работаем. Мы заключили с ним договоры. Благое дело. Да, благое дело. Вот он буквально два дня назад прилетел из Москвы. Ходил по всем инстанциям. В общем, он привез кучу багажа, что-то интересного там. Он, в общем, я вам скажу, что два месяца назад мы начали работать с Краевым обществом слепых. Мы набрали 10, да, 10 человек, слабовидящие, кто вообще не видит. И вот они ездят к нам на репетиции в 75-ю школу на Нерчинской, где мы. И я скажу, что результаты потрясающие. То есть они с вами будут... Они занимаются с моими ребятами вместе, они танцуют танго, они танцуют вальс, они занимаются речью, поем песни, романсы. То есть за два месяца они практически уже готовы к постановке спектакля. И я думаю, что мы весной, к концу мая или в начале июня мы с ними выпустим огромный большой спектакль. Я хочу сделать квартирник, как в 905-м году, в 906-м. Я уже говорил, что это будет как бы квартира. Там играют фанты, разыгрывают, поют романсы. Я уже хочу на это мероприятие. И разыгрывают, театр в театре сделать. И сделать, они разыгрывают какие-то театральные сценки. То есть вот приблизиться к этому Владивостоку, потому что вот когда я ставил Крисия Рас Ефима Семеновича, там мне вот понравилась эта тема. И надо просто ее развивать дальше. Тем более сейчас это действительно становится популярным. Это же наш Владивосток. Людям этого хочется. Это интересно. И интересно просто заглянуть в 905-907 год и посмотреть, как раньше происходили вот такие вечеринки. И вот эту вечеринку мы хотим сделать ее театрально и совместить и Краев общества слепых. И вот наш театр. И вот пришли уже наши микрофоны, пришло там то-то оборудование. Ну, естественно, как всегда, нам не хватает там костюмы, деньги, там вот это вот. Это уже мелочь. Да, и вот хотела спросить, конечно, и ребят спросить. У нас остается немного времени, и хочется мнения каждого сейчас услышать. На ваш взгляд, чего пока что не хватает театру? Может быть, это утечка кадров является проблемой. Может быть, еще что-то. И какие-то ваши пожелания в будущее, ваши планы ближайшие? Давайте начнем с Максима. Помещенец. Помещенец. Да, наверное, с основательного какого-то места, где бы мы всегда были, и точно знали, что оттуда никто никогда не выгонит. Ни по каким причинам, ни по финансовым, ни по каким-то еще. Это первое, наверное. И увеличение рекламы. Потому что мы создаем продукт, продукту нужен маркетинг. Продвижение. Да, продвижение нужно очень сильно. Но мы сейчас и так находимся на таком этапе взлета. О нас чаще говорят, о нас больше узнают. Ну и мы, соответственно, чаще блистаем. Юля. Нет, я согласна с Максом. И главное, что помещение. Потому что на Светландской это было очень удобно. Тебе никуда не нужно ехать и каждый раз перевозить декорации, каждый раз все это возить куда-то. Это очень сложно. И очень много сил занимает. А так ты пришел, уже знаешь, просто разложил все и сидишь, ждешь и все. Поэтому это самое главное. Когда вот по Хасалу нас возили, мы были и актерами, и грузчиками. От каждой девочки до парня. Ну да. Это сложно. Но я думаю, что все еще впереди. Вы развиваетесь, расширяетесь. И, конечно, я желаю вам, чтобы у вас появилось помещение. Но с другой стороны, эти испытания, мне кажется, они только... Надо пройти, они закаляют. У нас был свой дом на полгода. Даже на 7 месяцев, да. Сейчас мы у нас есть... Вы расслабились, значит. Да, мы сейчас... Это не то, что расслабились. У нас все равно сейчас есть... Что жаловаться? У нас есть две репетиционных площадки. Нас приютила первая гимназия. Это на Убаревича у нас зал и в 75-я школа на Нерчинской. То есть у нас есть репетиционные залы. Конечно, любой театр... Вы знаете, я как в Москве тяжело. Он только недавно там... Градский только получил театр свой. Не, нам хочется своего дома. Конечно, мы его ищем. И даже энергия участия Константина Богданенко, они нам тоже как бы согласны что-то как-то там с нами работать на каких-нибудь там основах таких. То есть, ну, мы ищем свой дом. Мы ищем свои 140-150 квадратов. Но это нормально. Я думаю, что все впереди, как я сказала. У нас остается буквально минуточка. Я думаю, что стоит пригласить на предстоящие премьеры. Да, конец февраля и март месяц. Мы приглашаем всех жителей Владивостока. Но мы будем играть большие вот эти премьеры в Пушкинском театре. Это будет легкое знакомство. Это будет потрясающий спектакль. Потому что я в главной роли, естественно. Да. И будут прелести измены 2 и женщины по объявлению. Вот февраль-март у нас 3 больших премьеры. Ну что, успехов вам. Развитие, удачи, помещение. В общем, всего самого хорошего. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Лана Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова